ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА Ведет первый секретарь Центрального комитета Ротфронта Виктор Аркадьевич Тюнкин. Так, всем добрый вечер. Значит, мы это занятие и планировали, в общем-то, записать для того, чтобы оно вошло в нашу общую видеотеку, занятие для системы партийной учебы. Для занятия и с молодыми коммунистами, потому что именно осваивать тему вообще теории коммунизма надо обязательно с темой диктатуры пролетариата. И для учебы тех товарищей, которые считаются опытными партийными бойцами. Почему? Потому что, значит, тогда можно считать состоявшимся, опытным и готовым, да, к бою. Когда ты эту тему можешь более-менее внятно растолковать другим товарищам, в том числе беспартийной общественности, да, левым, левоватым, активистам. Ну, понятно, о чем идет речь. Поэтому, значит, тема звучит, как бы немножко даже романтично, да, значит, как инструмент пробуждения человека в коняке. Но мы все-таки с вами постараемся прежде всего эту тему увязать с наукой, с научным понятием, с теорией, так сказать, да. Ну, во-первых, мы все с вами знаем, что диктатура пролетариата, поняучение о диктатуре пролетариата занимает центральное место в теории фарксизма. И, ну, просто, так сказать, ради напоминания, значит, Макс в свое время говорил, что, значит, между капиталистическим и коммунистическим обществом лежит целая эпоха, да, переходного периода и государство этого периода не может быть ничем иным, кроме как революционной диктатуры пролетариата. Вот Маркс написал, так сказать, в девятнадцатом веке. И как же дальше вот это самое, этот тезис, главный тезис теории, значит, утверждался, находил себе место. А вот таким образом Владимир Ильич Ленин заворачивал еще круче. И, значит, кто, значит, помнит, Ленин утверждал, что марксист лишь тот, кто распространяет признание борьбы классов до признания диктатуры пролетариата. Вот Ленин, да, после чего часто мы слышим, мы правильно, наверное, слышим, что, значит, главное в ленинизме это диктатура пролетариата. Его развертывание этой темы для современных условий, для, значит, свершившейся социалистической революции. Но интересно посмотреть и дальше. Это когда партия находилась в оппозиции, когда партия боролась за то, чтобы свергнуть власть и самодержавие, а потом и, так сказать, капитализм, да, сбросить. А вот революция свершилась. Свершилась революция и диктатура пролетариата власти. Власть, так сказать, принадлежит рабочему классу, то есть диктатура пролетариата. И как к этому относится, так сказать, партия как политический субъект, главный правящий субъект и теория, соответственно, этой партии. А вот как, значит, после свершения революции мы помним, что был создан коммунистический интернационал, да, третий коммунистический интернационал. И в условиях приема в первый коммунистический интернационал вот эта тема, понимание этого вопроса развернуто в первую очередь и, можно сказать, жирным шрифтом с ударением. А именно, просто интересно это дело, что пункт, самым первым пунктом приема в комминтерн значится, обязательная повседневная пропаганда и агитация должны носить действительно коммунистический характер. И о диктатуре пролетариата следует говорить не просто, как о ходячей, заученной формуле. Ее нужно пропагандировать так, чтобы необходимость диктатуры пролетариата для каждого рядового рабочего, солдата, крестьянина, обратите внимание, вытекала из жизненных фактов, систематических, отмечаемых нашей печатью изо дня в день. Вот это очень важно и для нас с вами сегодня, вот вести агитацию и разъяснение так, чтобы эта агитация вытекала из нашей сегодняшней повседневной жизни, борьбы, проблем, ошибок, удачи, неудачи. То есть, вот связано с сегодняшней жизнью. Чрезвычайно это важно. Я бы только добавил еще не просто вот с проблемами жизни, а и с учетом тех ошибок, которые были совершены КПСС, значит, коммунистами, которые привели нас к временному, мы уверены, но на сегодняшний день отступлению и поружению социализма советской системы на нашем пространстве, территории Советского Союза. Для понимания, вот, прежде всего, начинающих марксизм, так, я бы хотел дальше перекинуть мостик и перейти, значит, к вопросу, ну, к нашему общему вопросу, что такое диктатура пролетариата, как Ленин, так сказать, не только давал определение диктатуры пролетариата, это мы, в конце концов, часто знаем, цитаты есть, заучиваем, но и как сам Владимир Ильич вот подошел к пониманию, к сути диктатуры пролетариата, как трактовал, я бы сказал, в чем заключается гуманистическая функция диктатуры пролетариата. В этой связи хочу напомнить несколько определений диктатуры пролетариата всем нам, да, потому что понятно, что оно не одно, там, самое, не математика, так и в разных работах, тот же Владимир Ильич по-разному, так сказать, описывал суть, правда, она все та же, но применительно к рассматриваемым проблемам, периода времени и прочее, встречаешь разные формулировки, и они интересны и понятны. Диктатура пролетариата есть особая форма классового союза пролетариата, авангарда трудящихся, с многочисленными непролетарскими слоями трудящихся в целях окончательного создания и упрощения социализма. Понятно? Вроде понятно, да. Но прежде всего это ясно, что тут же диктатура пролетариата есть продолжение классовой борьбы пролетариата в новых условиях. Каких новых? Когда государственная власть завоевана, когда она уже в руках пролетариата. Вот наиболее часто употребляемая, наиболее, наверное, симпатичная, что ли, или понятная формулировка есть такая, что диктатура пролетариата есть упорная борьба, кровавая и бескровная, насильственная и мирная, военная и хозяйственная, педагогическая и администраторская, против сил и традиций старого общества. При этом сила привычки миллионов и десятков миллионов – самая страшная сила. Без партии, железные закаленные в борьбе, без партии, пользующиеся доверием всего честного в данном классе, без партии, умеющей следить за настроением массы и влиять на это настроение, вести успешно такую борьбу невозможно. И вот далее то, что очень важно знать, помнить, а главное понимать, конечно, что победить крупную централизованную буржуазию в тысячу раз легче, чем победить миллионы и миллионы мелких хозяйчиков. Я бы еще добавил, что в том числе победить мелкобуржуазные тенденции, мелкобуржуазные настроения, мелкобуржуазные страсти, которые присущи и рабочему классу в определенной степени, и коммунистам, и в каждой голове борются вот эти тенденции созидательные и мелкобуржуазные, та, которая тянет назад и прочее, прочее. Ну, есть еще целый ряд определений, в том числе очень интересные и правильные, часто используемые определения, которые нами дается, признается, употребляется, которые Владимир Ильич развернул в работе «Великий починь», да, там он, если помним, и определение классов, как таковых, дал, и диктатуры пролиаториата, при этом подчеркнув, что только рабочий класс способен эту функцию выполнить, причем рабочий класс не просто промышленных, крупных предприятий при обязательном наличии передовой партии и так далее. Вот для понимания, чтобы дальше расти тему, и чтобы как бы эти определения с одной стороны свести вместе, да, с другой стороны нам раскрыть вот смысл содержания и ту самую гуманистическую функцию, о которой я уже упоминал, значит, хочу подойти к тому, как Ленин, вот как Ленин, так сказать, постепенно подошел к этой теме и выводил, значит, свою знаменитую формулу, которую мы в заглавие темы взяли, да, значит, пробуждение человека в коняге, коняга в кавычках, да, на самом случае, да, вот, что мы с вами строим, вот если так вот, по-простому спросить, и мы должны с вами отвечать. Понятно, что мы боремся за освобождение рабочего класса, освобождение человека от эксплуатации, чтобы все были равны в возможностях, так, и в манифесте коммунистической партии записано, что мы боремся за коммунистическое общество, а это что такое? Это, можно сказать, ассоциация свободных граждан, в котором свободное развитие каждого есть условия свободного развития всех. А правильнее вообще с точки зрения диалектики, наверное, формулировать свободное развитие всех есть условия свободного развития каждой личности. то есть, вот из этой формулы, которая в манифесте записана, я думаю, что очень правильно отметить нам, что мы боремся и что мы строим новые отношения между людьми в обществе, так или нет. И в этой связи, значит, я думаю, что уместно вспомнить и подчеркнуть, что мы эту тему разворачивали, и вот в докладе РКРП к столетию октября мы подчеркивали, что вот если нас, тех коммунистов, которые жили в советские времена и помнят, как было, что было, спросить, а что было тогда лучше, да? Можно развернуть целую там главу или две или три, вспоминать и уверенность в завтрашнем дне, и гарантированное право на труд, там и на бесплатное жилье почти, образование, медицину и много чего там. Но все-таки главное, что следует подчеркнуть, что лучше были отношения между людьми, они были более честными, более справедливыми, более человечными, да? И поэтому вот за эти отношения стоит бороться. Это мы говорим, как те люди, которые, ну, знают, что это такое, мы это проходили. И вот в этой связи Владимир Ильич, да, рассматриваем как. Мы знаем, что он решил себя посвятить делу борьбы за освобождение рабочего класса в самом-самом там юном возрасте и так далее. Он изучал историю революционных движений России, ну, там, начиная с древних времен, и декабристов, и разночинцев, и народничества, и прочее, прочее, относился с величайшим уважением к тем людям, которые, значит, посвящали всю свою жизнь, причем шли на жертвы, на огромные жертвы, жизнь свою жертвовали, в том числе и народники, и анархисты, да, и многие другие. Но при этом, в самый трудный момент, наверное, для его семьи, когда старшего брата приговорили к смертной казни и привели в исполнение это дело, Владимир Ильич изрек свое известное, знаменитое «Мы пойдем другим». И вот этот путь, значит, это путь марксизма, да, это тот путь, который связан с научным пониманием устройства общества и, соответственно, с научно спрогнозированным путем изменения этого общества на пути социализма и коммунизма, поскольку это единственная, единая формация, да, как мы знаем. Значит, при этом очень интересно и полезно отметить, мы с вами, между прочим, уже не раз вспоминали, что Владимир Ильич не вдруг ведь к этому пришел, тоже. Он уже был не только членом партии, а руководящим, так сказать, штыком партии, так? И при написании первой программы РСДРП, еще не «Б», так? Значит, проект составлял Плеханов. Проект и значилась, так сказать, диктатура пролетариата. А Владимир Ильич, тогда молодой человек, отметил и написал, что-то это самое, вот, диктатура, такое слово, оно страшновато, жестковато, пугает, лучше бы его обойти. Ну, Плеханов, как такой демократ, интеллигент, обойти, обойдем, убрал. А Владимир Ильич, когда, значит, дальше посмотрел доработанный проект, а к этому моменту он посоветовался с Марксом, так сказать, почитал, разобрался и так далее. Уже написал и возразил, помнится мне, здесь была диктатура пролетариата, мы неверно, значит, сделали, что убрали, давайте-ка, и справим, вернемся, сделаем. А вот все-таки самый, ну, как бы сказать, запал, тон и так далее, был сделан с Владимиром Ильичем еще до этого. Вы в 1894 году в своей работе «Экономические, по-моему, основы, народничества» самый первый том полного собрания сочинения Ленина любого издания, эта работа включена. Так вот, молодой, тогда еще даже не Ленин, наверное, а Володя Ульянов, написал, что пробуждение человека в коняге, в коняге имелся в виду рабочая скотина, и там разбирался вопрос, вот, именно об этом, как с рабочим человеком, как с трудящимся, как с чего. Это пробуждение, которое имеет такое гигантское, всемирно-историческое значение, что для него законны все жертвы. Вот эта чеканная формула, что пробуждение именно человека, его сознания, его чувства собственного достоинства, вот этот центр, значит, работы гуманистической функции коммунистов. Потому что вся дальнейшая теория и практика Владимира Ильича Ленина, большевиков, да и наша, в том числе, работа, она заключается ведь именно в этом. Потому что не добрый царь, и не бог, и не герой, который откуда-то, так сказать, хотя, если сами не возьмутся, если в самих не пробудем, если сами не организуются, то вряд ли можно рассчитывать на успех. Дальше, значит, особо следует остановиться на организационной форме диктатуры, мы с вами много-много-много раз этот вопрос в той или иной постановке на своих занятиях, на лекциях уже разбирали. Да и в принципе, если вспомнить, вот как нашу страну называли самым коротким словом за рубежом, как? Просто советы, советы, это уже демократы, которые наши, а так, советы, конечно. Поэтому, и не зря так называли, потому что здесь заключена сущность, сущность, да. Первый раз в мире, это Владимир Ильич говорит, что власть государства построена таким образом, что только рабочие, только трудящиеся крестьяне, и, обращаю внимание, всех, исключая эксплуататоров, составляют массовые организации советы, и этим советом передается вся государственная власть. Вот, так сказать, что такое советы, вернее, почему и как. И очень важно отметить, что исключая эксплуататоров, это очень важный принципиальный, теоретический, и, конечно, практический вопрос, потому что те модели, которые сегодня кое-кто любит пропагандировать, что если выборы будут честными, если честными, если подсчет голосов будет честными, если тогда вот мы тут, ну, честность это тоже понятие классовое, понимаешь? Поэтому это очень важно понять, зафиксировать и прочее, прочее. И чрезвычайно интересно, важно, занимательно, я бы даже сказал, значит, обратиться к истории, а как это происходило? Как нашли вот эту форму? Это ведь не выдумка большевиков, советы. Ленин подчеркивал, что... Нет, это та форма, которую нашли в борьбе сами рабочие, значит, великороссы, да? В основном это относится к знаменитой стачке 1905 года, Иваново-Вознесенский, Ткачей. Хотя есть и работы, и истории, и, может быть, даже справедливые, что и в других местах были очаги, в том числе на Урале и прочее, но все-таки в наиболее ярко выраженной форме, которая закрепилась организационно и стала известна всем, и пропагандировалась, и велась вот та стачка, значит, Иваново-Вознесенский. Мне так вот, как бы сказать, довелось или повезло, что ли, значит, заполучить жену из Иваново. Я, так сказать, когда ездил в Сватовце, потом позже, значит, посещал музей Первого Совета, который тогда был большой, и, понятно, поддерживался и властью, и обкомом. Сейчас уже его скукожили до того домика, где Первый Совет как раз заседал, а так я, значит, посещал, и особенно мне нравилось, разговаривал, там женщина, даже не в скорсовом, наверное, на пенсии, которая, ну, смотрите, что вязала, но она мне объясняла. Я так все думал, а слушай, а как же, вот, бастуют огромные массы, только в самом Иваново порядка 40 тысяч, причем не только ткачи, и комбольный комбинат, и там меланжевый, и механический завод, и почта, и прачки, и пошло-поехало, то есть всякая обслуживающая публика, и забастовка дела веселые, не по домам сидят, они выходят, значит, митинговать в пойму реки Талк, там есть небольшая речушка, красная Талк, и вот митингует, там собирается до 30 с лишним тысяч людей, диорама, которая показывает, как тут митингует, я вот себе задавался вопросом, как митингует, столько людей, ни усилителя, ни микрофонов, ни там даже матюгальника, там как вот, смотри, там она, сынок, вот ты погляди, вот видишь, вот там кружок такой, вот здесь, пятно, а вот они разбились невольно, значит, по, кто кого знает, и образовалось, тут фабрика Бурылина, там комбольный комбинат, здесь там меланжевый и прочее, а между ними ходят ораторы, и выступают, там большевиков, вот там, анархистов, еще кто-то, хороших ораторов аплодируют, на руках несут другой кружок, плохих в шею гонят, там, и вот получилось, что для того, чтобы слушать и прочее, да, они разбились на эти кружки по производственному принципу, и там же они пришли вот к такой формуле, что давай-ка мы от каждого своего кружка, то есть от каждой фабрики или завода, выдвинем своего депутата, пропорционально численности, большой, значит, там два, три, маленький, там поменьше, и таким образом родился вот первый совет рабочих депутатов, Иванова Вознесенского. То есть я хочу сказать, что очень важно заметить, что в основе лежит принцип объективно существующий, а именно использование организации людей в процессе труда для того, чтобы это преимущество они могли реализовать в борьбе, в управлении, в политике. Вот это очень важно понять и заметить. И надо сказать, что, значит, они с первого дня и начали это делать, потому что совет, он не просто там митинговал, организовывал следующий сбор, там на завтра митинг назначается, нет, они специализировались по функциям, они, значит, организовали дружину, организовали кассу взаимопомощи, так, они огразывали охрану этого дела, кооператив, который обеспечивал, значит, снабжение продовольствием и, в первую очередь, нуждающихся семей и прочее, прочее. Они выдвинули требования к фабрикантам и властям по этому делу. Более того, они согласовывали выполнение работ, потому что есть неотложные работы, котельные там, да, машины, оборудование, чтобы производство не развалилось, да, чтобы там, поэтому губернатор обращался к ним, уж не говоря там капиталистов, прошу разрешите выделить людей на выполнение таких-то работ. И если совет выделял этих людей, они шли выполняли, а заработок от этих работ поступал в общий котел в этом деле. То есть сразу они взяли на себя функции управления, во многом, да, и самоуправление, конечно, и управление. При этом очень важно отметить, что, наверное, фабриканты и заводчики были ребята неглупые. Если почитать отрывки из их дневников, чрезвычайно интересные они, ну просто интересно, как они описывают, что я сегодня вынужден был сам себе чай кипятить. Да что? Да что? Так я к чему, что они с самого начала чувствовали, кто поумнее понимал, остальные просто чувствовали, опасность вот этой самой организации людей. И практически с самого начала они выразили готовность вступить в переговоры. Но при одном условии. У них условие заключалось в том, что каждый фабрикант ведет переговоры со своими рабочими, со своими депутатами, со своими депутатами. Рабочие держались формулы не все со всеми. Они отлично понимали, что как только их вот раздробят и так далее, кого-то обманут, с кем-то договорятся, кого-то купят, да? Кто-то не выдержит. И вот все, все вместе, это очень важно. И именно из этого вытекает, вырос, образовался следующий принцип, что пробуждение вот человека в коняге это дело? Общее. Общее, коллективное, да? Коллективное. Что начиная с первого совета, дальше выходим на тему, что все рабочие депутаты, весь рабочий класс против класса капиталистов. Вот это, значит, интересно и важно. Ну, а теперь, значит, необходимо ответить на ряд сомнений, вопросов, предрассудков развеять, да? А какие главные предрассудки вот в этом вопросе? И здесь мы уже с вами имеем возможность к сегодняшнему дню мостик прикинуть. Главный предрассудок заключается в том, что управлять государством могут ведь люди только грамотные, да? Люди, которые имеют образование, люди, которые прошли соответствующую школу. Специально существует президентский резерв, вот, например, сегодня. И те же товарищи из КПРФ гордятся, что у них тут целый ряд товарищей, в том числе Афонин, Юра, так сказать, числится в президентском резерве, а есть на постах губернаторов, губернатор Ловской области, молодой там, Клычков, так, и прочее. Из уст Геннадия Андреевича Зюганова, мы с вами не раз слышали, что у нас есть команда профессионалов, да, которая способна взяться, и она уже разработала программу то ли 10, то ли 13 шагов, в зависимости от каких-то по этим делам. Так вот, как? И не только они, ведь, знаете, есть люди, которых мы с вами глубоко уважаем, глубоко уважаем, и которые, несомненно, сыграли, значит, прогрессивную роль на определенных этапах развития, ну, например, Ксан Григорьевич Лукашенко, да? Ну, вот посмотрите, когда вот были вот эти волнения, не так давно, после его выборов, когда оппозиция пробовала, оппозиция пробовала организовать забастовки, то есть опереться на рабочий класс, признать их этому самому, Ксан Григорьевич как-то в своих выступлениях допустил такую фразу в беседе с рабочими, куда вы, ребята, мол, лезете, это самое, в политику, да? Политики свои законы, вы даже не представляете, что это такое, вы бы лучше сидели там, под домом или вот... Это очень такая, как бы сказать, маленькая, но яркая картинка, на которой я бы хотел остановиться для понимания. Мало, может быть, кто-нибудь знает, или помнит, что в 96-м году Лукашенко, когда был выдвинут на выборы первый раз, он выдвигался от ДСПС, это движение социальной справедливости, аналог нашей трудовой России, скажем, то есть наши товарищи его выдвинули, поддержали. И придя к власти, он, в общем-то, прогрессивно и проводил линию, не позволяя, как Чубайс и Гайдар, значит, приватизировать, развалить, вести. И, значит, мы тогда, значит, тогда, это было, значит, при создании КПБ, она чуть позже, на 96-й конец, при создании Компартии Белоруссии, значит, вот пробовали с ним беседовать. Значит, я был, и Чикин покойный, значит, Виктор Валентинович, значит, показав ему, что на кого вы собираетесь опираться, вот на какой социальный слой. Просто на, как бы сказать, на честных, как вы говорите, чиновников или прочее, это, ну, не научно. И предлагали мы ему, значит, задуматься и взять на вооружение линию опору на классовые профсоюзы и по защите, и на советы трудовых коллективов. То есть, создать структурированную опору на фабриках и заводах, к которой можно было бы обращаться. И чьи интересы, в первую очередь, надо было выражать, с тем, чтобы иметь поддержку это, понимаешь? Ну, вот послушать-то он нас выслушал, понять, я думаю, не совсем понял, да? Хотя элементы пробовал использовать. Он собирал так называемый все-белорусский съезд трудящихся, рабочих, колхозников, учителей, врачей, науки и сейчас это. Но это разные вещи. Просто созвал съезд, чтобы перед ними выступить. Это важно-то иметь структуры, которые сами что-то делают, сами на жизнь влияют. Вот в чем смысл этого дела и как оно развивалось. Так. Значит, он захотел, как бы, стать, образно говоря, батькой всех белорусов. Вот не так он под этой косе вывел. А всех не получается, потому что все они делятся на классы и слои. И вольно или невольно все равно возникает противоречие, возникает неудовлетворение. А если учесть, что и сам он дров наломал, будь здоров, сколько в том числе, пойдя на серьезные ущемления прав трудящихся. И по профсоюзной линии, и по запрещению увольнений, и так далее. Поэтому вот ту реакцию, которую он получил, значит, не только в происке Запада, хотя основной ветер оттуда. Это в том числе и собственные ляпы, собственные выводы надо делать в этом самом деле. Но все-таки мы с вами возвращаемся, возвращаемся к тому, что как ответить на этот прудрассудок, что править могут только элита, только профессионалы, только за нас ответил Владимир Ильич в своем знаменитом высказывании о самой знаменитой в мире кухарке. помните, речь идет о том, что в работе удержат ли большевики власть Владимир Ильич Ленин растолковывает и говорит он, что мы не утописты, и мы отлично понимаем, что вот сегодня сразу же каждый чернорабочий или любая кухарка не могут приступить к управлению государством и в этом мы согласны и с кадетами и с Бережковской и с Церетелией, но в отличие от этих господ мы настаиваем на необходимости немедленного разрыва с тем предрассудком, что управлять государством, вести будничную работу по управлению обществом могут только богатые или из богатых семей взятые чиновники вот это в ответ мне не раз приходилось очень умным людям очень начитанным так сказать приводить эту цитату поэтому я ее уже так раньше я в кармане носил седаешь там членом обкома был режиссер театра комиссаржевской Гемрозен да вот с ними тогда там целый художественный кружок был стрижельщик был делегатом 28 съезда вот я с ними я говорю кто вам сказал ну кто вам сказал ты же на съезд приехал мать твои вот приходилось показывать вот поэтому Владимир Ильич нам значит показал растолковал и дальше дальше а дальше у большевиков в программе в программе в программных наших этих делах этот тезис доводился до того чтобы привлекать к немедленному обучению дело управления государством всех трудящихся всю бедноту и более того всех уголов вот вот это это как бы сказать ну та самая всемирно историческая задача значит такого масштаба что все жертвы законны для того чтобы ее вывести и ее чтобы вести значит конечно значит можно смотреть обсуждать а как а что получится или не получится и Ленин подчеркнул и рассказывал что значит у нас есть чудесное средство сразу одним ударом удестерить наш государственный аппарат средство которому ни одно капиталистическое государство и близко не подходило никогда располагать не может это чудесное средство привлечения трудящихся привлечения бедноты для управления этим обществом и значит программу партии вот этот самый принцип о котором мы уже говорили опора на организованность в процессе труда и привлечение вот всех поголовно он был записан и значит закреплен именно в том что первичной ячейкой государственного строительства являлся коллектив фабрики завода они парламент и территории там и прочее и прочее наверное сейчас очень уместно отметить что пробуждение человека в коняке это дело интернациональное международное да не просто так сказать русский рабочий класс нашел или великорусский грудь расправил гордиться причем это не очень просто объяснить иностранцам кстати очень непросто мы очень хорошо дружим с немцами вот которые к нам сюда приезжали но до сих пор не можем им втолковать что надо взяться за учение теории советской власти у них все сводится к тому что вот Сталин был правильный а когда пришел Хрущев он вроде как дурачок и поэтому сразу так сказать социумпериализм образовался нет и тезис пробуждения человека в коняги объяснить тоже как нелегко я как-то выступал на совещании коммунистических рабочих партий дело было по-моему в Греции и эту тему затронул и процитировал что пробуждение человека в коняги есть перевод синхронный добросовестный люди хлопают так сказать смотрят понимающие и так далее а в перерыве стоим там курим значит подходит товарищ из Болгарии очень хороший товарищ очень грамотный русский язык знает великолепно ВПШ закончил у нас говорит слушай Виктор ты мне объясни вот разбудить человека в коняги это в конюшне что ли я ему это дело все когда объяснил что это вот пробуждение чувства человеческого достоинства в рабочей скотине так сказать и он отставил там кофе пошел объяснять другим то есть вот это работа работа творческая я бы сказал так а его интернациональный характер значит Владимир Ильич когда он ну анализировал и выделял те именно уроки октября уроки первых лет советской власти которые имеют значение и для всех для всех коммунистических партий и народов в качестве примера и повторения в том числе повторения обязательного да вот он тогда значит выписал капитал есть сила международная и чтобы ее победить нужен международный союз рабочих международное братство рабочих мы противники национальной вражды национальной розни национальной обособленности мы международники интернационалисты и мы стремимся к тесному объединению и полному слиянию рабочих и крестьян всех наций мира в единую всемирную советскую республику наша будущая всемирная республика советов вот вот как бы сказать то к чему мы стремимся да поэтому все эти разговоры значит о том что большевики отказались от идеи мировой революции так или то что значит там лучше модели там два полюса много полюсов или чего-то всегда большевики и коммунисты боролись за то что в конечном итоге был один полюс труда в мире правил а Владимир Ильич советский опыт значит подвели к тому что мы вообще видим это и лучше пока никто не обосновал и других моделей нет как республика советов всемирная республика советов или всемирный совет союз советских республик мира так какие можно вот сегодня еще подчеркнуть и вспомнить уроки уроки ленинские уроки значит для для сегодняшней что ли нашей жизни я вот что хотел отметить кстати мы в ближайшем журнале советский союз основные тезисы нашей сегодняшней лекции этой темы опубликуем значит чтобы помощь на учебу товарищам и прочее так очень важно очень важно обратить внимание насчет чего мы уже говорили что значит мерой успеха вот нашей работы своих устремлений является не разработка советов обществу и государству а степень распространения этих идеалов в определенном классе общества что самым высоким идеалом цена медный грош покуда вы не сумели слить их неразрывно с интересами самих участвующих в экономической борьбе слить с теми узкими мелкими житейскими вопросами данного класса вроде вопроса о справедливом вознаграждении за труд или продолжительности рабочего дня и так далее то есть это не мелкие вопросы это некоторым нашим товарищам так сказать назидание ответ что вот только если мы свои высокие цели высокую политику идеалы сумеем привязать объяснить к борьбе за сегодняшние дела тогда есть надежда на успех это еще не факт но надежда есть потому что если научим если поможем бороться за ближние цели за маленькие цели тогда нам могут поверить и пойдут и за высокие и за дальние и за социализм и прочее поэтому вот это чрезвычайно важное что начинается все с борьбы за самые ближайшие цели зарплата рабочие места условия труда то есть в конечном итоге это борьба за человеческое достоинство собственное поэтому при этом Владимир Ильич без конечно без как бы сказать не то что беспощадно я бы сказал высмеивал всякие попытки каким-то образом уйти от той постановки его просто сгладить куда-то так сказать спрятаться за то что можно без диктатуры да без построить справедливое хорошее если будут профессионалы если будут ну мы знаем всякие модели народное доверие есть такие модели прочее прочее мы знаем уже для многих знаменитые что ли формулы значит про честные выборы оценки что только негодяи или дурачки могут думать и допустить что под гнетом буржуазии через выборы пролетариат может добиться так сказать власти это верх цитирую тупоумия или лицемерия это замена классовой борьбы и революции голосованием при старом строе при старой власти это верх оппортунизма по этим делам ну и дальше что мы над теми кто относится отрицательно к диктатуре пролетариата смеемся и говорим что это глупые люди не могущие понять что есть или 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 диктатура пролетариата или или буржуазии а кто этого не понимает или лицемерит то если не понимает то его на собрание пускать стыдно не то что на трибуну а если лицемерит то его надо просто гнать как поганого кота паршивого с палубы приличного корабля значит вот здесь проходит водораздел социал демократами этот водораздел как бы сказать является действительно границ а граница это что философское понятие границ граница не только разделяет граница это та область которая соединяет та область где присутствуют признаки одного и второго поэтому если смотреть на вопрос коммунисты социал демократы так вот здесь этот водораздел и соединение оно проходит в такой форме социал демократы в том числе КПРФ например наши они на словах выступают за трудящихся они правильно критикуют критикуют все мерзости которые осуществляются и прочее прочее если почитать наши газеты правда советская Россия да мы оттуда как бы сказать часто черпаем информацию доводы там даже классовую злость можно найти но вся разница между нами заключается в том что они при этом не зовут к организации собственной борьбы людей к тому чтобы свергнуть чтобы снять на революцию и прочее прочее а если возвращаться к той самой формуле которую мы разбираем то это же речь идет о том они жалеют конягу и говорят надо бороться чтобы его лучше кормили поили так сказать овса в ясли добавляли холили чистили вот о чем речь идет о пробуждении речи не идет в этом разница в этом водораздел в этом я уже по-моему рассказывал как-то когда я был депутат с кормой ранги Станислав Говорухин пробовал меня так сказать это самое вразумить он говорит Виктор ну что ты вот не понимаешь ведь чтобы хорошо защищать людей надо чтобы депутат хорошо получал хорошую зарплату иначе и вот люди даже честные люди они работают защитниками за хорошую зарплату в хорошем так сказать кабинете в хороших жилищных условиях защищают и максимум подвига на который они поднимают это как я ему врезал от микрофона ты слышал как я ему а а я это это вот то отличие те 6 большевиков которые были в царской думе на них замыкалась вся забастовочная борьба явочные квартиры касса забастовочная и в конце в конце концов они по этапу в Сибирь пошли в этом разница тут ребята вот есть которые сидят с первой до сегодняшней сколько 7 созывов уже сидят чем я уже не говорю что о явных там элементах которые никакой коммунистической идеологии или заряда не несет не везет и прочее прочее значит поскольку время у нас идет к концу так значит очень полезно что ли понимать знать что Владимир Владимирович не просто вот как бы ну всю эту логику логику жизни что ли уловил но и с точки зрения морально-нравственной подчеркивал что только на одних рабочих мы в общем-то и можем положиться что при чистке партии которые проводились да особенно вот в первые годы НЭПа требовал чтобы в этих чистках публично участвовали трудящиеся и спортивные в том числе трудящиеся почему потому что его слова эта масса трудящиеся с величайшей чуткостью улавливает различия между честными преданными коммунистами и такими которые внушают отвращение человеку который в поте лица себе хлеб зарабатывая человеку не имеющего никаких привилегий никаких путей к начальству и прочее тогда и своей знаменитой переписки с тем же Горьким помнишь когда там речь шла о мозге нации выражение это надо в контексте рассматривать в том числе когда в кризисные времена мозг нации из партии побежал побросал и так далее и тому подобное Владимир Ильич высказался что не мозг нации и когда мы с вами сегодня видим немалое количество интеллигентов в том числе хороших актеров писателей поэтов режиссеров которые в советские времена хорошие произведения выдавали на гора даже я бы сказал лучшие ничего они в новейший период такого не не отличились а театры те же самые постановки достойны внимания и вот когда они сегодня с таким же рвением есть и даже с каким-то подобострастием в голосе начинают значит славить значит то что сегодня имеем или почти откровенно прислуживать питаться крохами с барского стола то думаю что вообще Владимир очень справедливо может быть грубовато но справедливо высказался относительно вот этой части интеллигенции которые еще себя и пробуют назвать мы элита мы пошло поехало значит очень важно с точки зрения понимания процесса и диалектики нам исходить из того что начало это не развернутый результат да начало и наоборот результат это есть полностью так сказать развернутое начало поэтому Владимир Ильич может быть не столько предвиде конечно наши неудачи с вами но и этот случай предусмотрел когда говорил что мы это дело начали когда именно в какой срок пролетарии какой страны какой нации это дело доведут до конца это вопрос не столь существенный существенно то что лед сломан что путь открыт и дорога показана так вот и сегодня состояние такое что мы дорогу знаем но наше дело сагитировать по этой дороге идти вести и прочее ну и заключение чтобы ровно нам уложиться в регламент я бы хотел еще раз подчеркнуть вот те несколько параметров факторов так значит которые мы должны выделять выпячивать повторять при собственной пропагандистской работе когда мы объясняем что такое диктатура пролетариата как она выглядит как чуется как чувствуется первое что это власть не просто для трудящихся а это власть самих трудящихся правда это основной вот это такой лозунг второе опора при формировании на объективную организованность людей в процессе труда третье привлечения всех поголовно к этому процессу управления то есть не проводить сепарацию что вот те которые умеют те которые передовые те которые остальные в определенной степени в Советском Союзе это не смогли реализовать и вот эта сепарация привела к тому что так называемые профессионалы зажрались переродились обеспечения свободного развития всех и каждого потому что это цель 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 и сейчас вот с одной стороны кричат свобода свобода а сепарация это вот разделение оно ведь растет быстрее чем просто идет разделение в том что по капиталу понимаешь и при современном уровне развития производительных сил появляется у капитала возможно держать людей в состоянии сытого быдла вот этой коняги так сказать с кормами стоили получает там тысяч сто может больше пиво бар футбол значит девушки что еще вроде как жизнь удалась а на самом деле смотришь спектр интересов два пальца и во лбу имеется два пальца и интернационализм так поэтому еще раз заканчивая хочу подчеркнуть и посоветовать что наше дело пробуждение человека в коняги в людях труда пробуждения чувства собственного достоинства и привлечения их к собственной борьбе ну хотелось бы ответить словами еще продолжить Маяковского товарищ Ленин работа адова будет сделана и делается уже делается делается но до 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 заметных успехов нам еще надо много работать у меня все есть вопросы будем отвечать вопросы письменного видео есть вопросы так какие качества отличают человека от коняги чувство собственного достоинства это главное качество значит у коняги тоже есть хорошие качества которые хорошо бы каждому из нас тоже скажем так работоспособность хорошо бы чтобы мы все могли а чувство собственного достоинства это конечно очень важно и главное как практически решались задачи воспитания нового человека при социализме удачно или нет я думаю что надо ответить так что они решались и удачно и неудачно удачно потому что Великую Отечественную войну значит советский народ проявился как вот тот который как бы сказать пробужден и дрались не просто потому что моя земля моя семья моя там а действительно значит воевали и дрались за советскую родину как на знаменах на флагах было записано так за социализм если убьют считайте коммунистом и 3 миллиона членов ВКПБ на фронтах положили голову 5 миллионов комсомольцев да и в Толу бой это тоже шел будет дорог по этим делам ну а то что не удалось вот это самое но эти ошибки они выплыли особенно восемьдесят девятому году в том числе они выплыли значит после некой некой что-ли успокоенности после войны потому что они не только так сказать ренегат хрущев его клика под которые повелели чего-то и и хорошие люди и честные люди в том числе но мы повоевали у нас жизнь была пусть хоть наши дети с внуками тут это как это вполне так оно шло во многом поэтому это самая сложная задача победить так сказать вы каждом человеке и в классе в целом мелкого буржуйщика мелкого собственника который себе своим близким да и Владимир Ильич есть цитата помните что коммунизм начинается там где проявляется забота о не только о своем ближнем в этом самом а дальнем о всем обществе вот оно в чем это дело на первых этапах очень важно эту работу организовать выражаясь научным языком совместить значит материальный интерес с целями и с идеалами чтобы было выгодно хорошо работать и для себя и для общества вот смысл то в чем а как это организовывать ну это отдельные занятия дальше можно смотреть проходим так ну что всем успехов в борьбе наверно да значит может быть кто-нибудь хочет вопросы задать товарищи вкусно есть желающие задать вопросы ну выступить если кто-то желает выступить есть желающие нет тогда наверное стоит поблагодарить Аркадьевич лекцию он подошел к непростому вопросу показать связь гуманистической составляющей марксизма мы не очень много внимания выделяем и Аркадьевич раскрыл частично эту тему и тема следующего занятия следующий четверг встречаемся о тактике использования буржуазных выборов 2021 года для развития рабочего движения первый секретарь секретарь РФ и РФ и РФ всем быть спасибо всем всего доброго спасибо спасибо